Гулки, мотор в воду и наша четырехместная лодка начинает свой ход. Маршрут построен. От базы вниз по березине направляемся к злачным местам в район речного порта. Такие рейды инспекторы проводят минимум два раза в неделю. Протокол стандартный. В репродуктивный рыбный период обращается внимание на орудия пристрастия любителей этого хобби. Для обнаружения самых опасных даже существует специальное оборудование. Пройдя не одну сотню метров, сетей обнаружить так и не удается. Не мудрено. Видимо отпугивают огромные штрафы до 1200 рублей. Однако внимание приковывается не только к бредним и неводам. В период нереста категорически запрещено рыбачить с более чем одной удочкой и одним крючком. На плавательных приспособлениях выходить на воду тоже не стоит. Нарушил? Плати. Ну а если браконьерство обнаружить не удалось, напомнись рыболовам о прописных истинах никогда не бывает лишним. Государственная инспекция охраны животного растительного мира, старший госинспектор Васьков Михаил Петрович. Напомню вам правила любительского рыболовства. Порядочные и заботящиеся о природе. В этот раз в ход идут только профилактические буклеты. Проинструктировали и ранее, и в интернете было написано, и на сайтах различных, где сам рыбак. Поэтому читаю, знаю, стараюсь соблюдать. В принципе не стараюсь, а соблюдаем. Каких-либо нарушений выявлено не было. В данный период основным нарушением является лов на несколько крючков, на несколько удочек. Но в основном большая часть граждан использует все-таки одну удочку, один крючок и соблюдают правила. Ихтиофауна в Беларуси более 60 видов. Большинство нерестится весной. Цель ограничений – дать рыбе воспроизвести потомство и увеличить популяцию. Заниматься любимым хобби можно, но строго в рамках установленных правил. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.